Приветствую вас, мои дорогие! Если у вас настала черная полоса в жизни, удача отвернулась и невезение по всем фронтам, то вы смотрите именно то видео, которое вам поможет. Порой возникает такое ощущение, что в наше время быть богатой и счастливой нельзя. Зависть людей может все погубить. Если у вас до определенного времени все складывалось очень удачно в личной жизни и на работе, а потом началось сплошное невезение, неприятности и беды, то стоит задуматься о причинах. Очень часто такой причиной является негативное энергетическое воздействие других людей. На самом деле сглаз и порча на невезение наводится завистниками и лицемерами. Вспомните, не говорили ли вам, как вы отлично выглядите, как вы остроумны, какая у вас замечательная семья. Если такое случалось, то, вероятно, вы правы в своих опасениях. У каждого из вас бывали ситуации, что вроде все спокойно, никого не трогаете, но интуиция подсказывает, что кто-то против вас замыслил недоброе. Особенно такое встречается в коллективах на работе. Если вы вдруг почувствовали, то у меня есть ритуал, который поможет нарушить планы недоброжелателей, если они есть и обезопасить себя. Так называемый огненный щит поможет защититься от порчи, проклятий из глаза, так и от обратного удара. До полуночи после заката солнца необходимо остаться в полном одиночестве. Зажгите три свечи белого цвета. Расставьте их в виде равностороннего треугольника. Одна вершина должна смотреть на запад. В центре треугольника расстелите кусок белой ткани или платок. Встаньте на него босыми ногами лицом на запад. В одежде не должно быть темных тонов. Лучше длинная ночная сорочка. Закройте глаза и скажите вслух шесть раз такие слова. «Огонь красный, огонь ясный. Защити меня от злых нападений, от дьявольских наведений. Поставь свой щит спереди, поставь щит позади, поставь щит по бокам, поставь щит по низам и по верхам. Зло от щита оттолкнется, ко мне больше не вернется. Да будет так. Постойте потом так еще пять минут с закрытыми глазами, представляя себя окруженным огненным шаром. Потом свечи затушите и уберите их в укромное место. Материю аккуратно сложите и положите под подушку. И сами сразу же ложитесь спать. Материя всегда должна лежать у вас под подушкой. Свечи можно использовать в следующий раз, когда будете ставить щит. Повторяйте ритуал каждые полгода. Ставьте лайк, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, если этот ритуал вам был полезен. Напишите в комментариях, я под защитой огня. Это усиливает действие ритуала. Если вам нужна моя помощь, в описании под видео есть ссылка, по которой вы сможете обратиться ко мне. Эти практики, как полезные привычки, должны быть у каждого. Еще больше ритуалов в моем телеграм-канале. Ссылку вы найдете в описании к видео. Добра вам!